Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на тушение пожаров, загорание и ликвидацию ЧС столичные спасатели совершили уже более 3100 выездов. В огне погибли 13 человек, 36 пострадали. Более 600 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Началась она в городе относительно спокойно и серьезных по своим последствиям ЧП вплоть до среды в оперативных сводках спасателей не было зафиксировано. А вот в среду в Минске огонь охватил склад одного из предприятий по производству красок на улице Инженерной. Еще до приезда пожарных все работники фирмы вышли из горящего здания, но одного из сотрудников уже после тушения огня госпитализировали с ожогами верхних конечностей, головы и отравлением продуктами горения. По одной из версий пожар возник из-за нарушения технологического процесса производства. В четверг помощь спасателей понадобилась работникам одной из минских СТО на улице Корвата. Во время ремонта системы отопления кроссовера КИА они обнаружили ртутные шарики. 50 грамм ядовитого вещества изъяли работники МЧС. Откуда оно появилось в машине станет известно, возможно, после проверки. На минувшей неделе работникам МЧС удалось спасти из горящей столичной квартиры трех человек. ЧП случилось в пятницу около полудня в девятиэтажном доме по улице Одинцова. Когда на место происшествия приехали огнеборцы, из окон на третьем этаже шел дым, горела трехкомнатная квартира. Хозяина жилища, лежащего в бессознательном состоянии на полу, в коридоре спасатели вынесли на улицу и передали медикам. Мужчина получил ожоги 50% тела. Из горящей квартиры при помощи масок для спасаемых огнеборцы спасли 11-летнюю внучку хозяина и его 38-летнего сына. Их с отравлением продуктами горения также госпитализировали. Из вышерасположенных этажей бойцам МЧС пришлось эвакуировать еще семерых жильцов, двое из которых дети. Огонь повредил имущество в комнате, закопченной оказалась и вся квартира. Возможно, виновником ЧП является сам хозяин жилища. Одна из версий пожара – неосторожность при курении. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. В воскресенье поздно ночью пожар случился в общем коридоре одного из подъездов девятиэтажного дома по Гребному переулку. О загорании на восьмом этаже в дежурную службу МЧС по номеру 112 в четвертом часу утра сообщили соседи. В результате пожара повреждено имущество, закопчен коридор. Предположительно, это случилось по причине короткого замыкания электропроводки. С наступлением осенне-зимнего периода нагрузка на электросеть увеличивается. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Возникает опасность ее перегрева, что приводит к расплавлению изоляции, а затем и к короткому замыканию. Обнаружив признаки неисправности электропроводки в электросчетах подъездов, незамедлительно информируйте коммунальные службы по телефону 115. Минск чрезвычайный. Считанные дни остаются до Нового года. Для работников МЧС это напряженное время, так как на прилавках появляется большое количество всевозможных пиротехнических изделий, а проблем и травм, связанных с этим популярным видом новогодних развлечений, с каждым годом меньше не становится. Поэтому в республике проходит акция «Безопасный Новый год». Работники МЧС обращают внимание граждан на необходимость соблюдения основных правил безопасности при покупке и запуске пиротехнических изделий. Петарды, ракеты и салюты не следует покупать с рук. Покупайте их только в специализированных магазинах. Ежегодно по причине использования контрафактной продукции, а также неумелого или неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, происходит десятки пожаров. Люди, как взрослые, так и дети, получают травмы глаз, рук, многочисленные ожоги различной степени тяжести. Будут ли печальные примеры использования пиротехнических изделий в этом году? Зависит от каждого из нас. А чтобы праздник не обернулся трагедией, не игнорируйте правила реализации и использования данной продукции. Помните, что использование пиротехниками детьми недопустимо. Продажа этих изделий лицам, не достигшим 15 лет, в Республике Беларусь строго запрещена. Приобретая пиротехнические изделия, обязательно проверьте наличие инструкции по применению. Она должна быть на русском или белорусском языке. И при запуске строго следуйте ей. Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку еще раз. В случае ЧС звоните по номеру 101 или 112. На этом сегодня все. Хорошего всем дня! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова